Смотрите, ваши проблемы, наши проблемы, я такой же человек, как и вы, они станут абсолютно неразрешимыми. Если мы с вами очень осознанно в жизни не начнем отказываться вот от этого восприятия, и не начнем очень осознанно развивать вот это восприятие жизни. Вот это общий ответ на ваш вопрос, который я даю. Сейчас я приведу некоторые примеры, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Я прошу прощения, что я сейчас использую некий пример небольшого моего общения здесь на фестивале. Ко мне подошла семейная пара, я не буду сейчас называть имен, естественно. Но я хочу просто показать сам пример некий. Подходит семейная пара, и она в положении. И говорит, что когда она забеременела, ей постоянно стали попадаться инвалиды разные. Просто как будто все время кто-то с ними натыкалась на них. Причем очень интересно, что ему, он отец будущего ребенка, тоже стали попадаться. Постоянно как-то на глаза попадается. Что касается нее, то ей разные родственники стали говорить, что это неблагоприятно, ты должна думать о хорошем. Как бы с кеми-то хорошими такими вещами соприкасаться, с чистотой, с добром. А это какая-то грязь, там все такое, и тебе нужно от этого уходить подальше, потому что ты ребенка выношуешь. Это ее как бы выбор. Что касается него, то у него выбор такой, что он стал с этим психологически работать, потому что его стало это беспокоить, что какие-то такие люди ему встречаются, у него он стал беспокоен, и он стал как бы психологическим практиком себя успокаиваться, чтобы от этого избавиться. В итоге в чем-то удавалось избавляться, но эти люди опять-опять инвалиды стали ему попадаться вновь и вновь. Какой-то у нее такой конфликт уже стал нарастать, он более интенсивно стал с тобой работать с психологическими практиками. Она тоже себя пытается убедить. Родственники объясняют, что ты беременная, ты мать, чистота, покой, умиротворение и ничего больше. Они подходят ко мне и спрашивают, что делать? Вот вы бы что ответили, что делать? Помогали инвалидам. А как же, что мать должна с какими-то чистыми вещами? Так, еще какие варианты? Менять позицию, с какую на какую. Что еще раз? Вот, послушайте, пожалуйста. Давайте мы с вами поймем, что мы с вами живем в живом мире. В мире, где действует вот эта вот энергия. И вы никогда своим маленьким умом, мы с вами не сможем просчитать, что правильно, а что неправильно. Я стал с ними говорить. Я им сказал, вот смотрите, позиция, в которой вы делаете выбор, это позиция эгоиста. В данном случае у мужчины, у него позиция эгоиста, потому что вот надо это как-то прожить, прочувствовать, чтобы от этого избавиться. То есть он готов всю психологию сюда притянуть, чтобы избавиться от этого чувства. Но позиция какая? Позиция, я хочу наслаждаться в этом мире, у меня свои дела, свои планы, мне это мешает. Это что за позиция? Это позиция, я в центре мира, у меня есть мое понимание, как все должно быть устроено, и это мешает мне добиваться моих целей. Дайте мне инструменты и технологии, как я мог бы избавиться от этого чувства. То есть это исключительно вот это вот умонастроение. Я потребитель, я наслаждающийся, я контролирующий. Что касается нее, она более чувствительный человек, у нее есть какая-то интуиция, она чувствует, что что-то надо делать, но она очень зависимый человек. Ей родственники говорят, что так и так, и она как бы им подчиняется, но чувство внутреннее остается. То есть она как бы под влиянием других, она становится тоже такой же. То есть надо как-то успокоиться, защищаться от этого, думать о себе и больше ни о чем. Причем объяснения такие, ты должна думать о ребенке. Смотрите, какие благородные мотивы. Но позиция вот эта вот. Сейчас только я и мой ребенок, и больше никого не должно быть. Больше никого не существует. Всякий раз, когда в жизни мы будем выбирать вот это умонастроение, знайте, вы усугубляете свою судьбу. Вот это закон мироздания. И вы мне что угодно объясняете, какие угодные аргументы, красота, порядок, спокойствие, гармония. Но если вы туда вкладываете эгоизм, вы усугубляете и разрушаете свою судьбу. А теперь послушайте дальше. Вот то, что происходит, вот если мы находимся в позиции ученика, я сейчас к этому примеру хочу опять вернуться. Вот эти вот инвалиды, которые стали попадаться, и ему, и ей, вам кажется это случайно? Нет. Потому что это теснейшим образом связано с судьбой их ребенка. Я не знаю, что там. Я не провидец. Но я знаю десятки случаев, как это работает. Я знаю множество случаев, как женщины, например, начинают заниматься, которые зачать не могут десятилетиями. И вдруг изнутри вот это чувство, после метания каких-то размышлений, молитв, изнутри ощущение, просто желание как-то помогать бездомным каким-то детям, какие-то детдома там, или какие-то благотворительные программы. И через год, через два вдруг зачинают ребенка. Вы никогда не поймете мир, эти законы судьбы, они очень сложные. Семья не может получить ребенка, потому что там в прошлом какие-то случаи. Там или аборты в прошлом. Потому что когда человек делает аборт, закрывается это во многих других случаях. Или ребенок больной рождается. Там брошенные дети где-то в прошлом. И когда человек так действует, закрывается это все. Но не нужно об этом беспокоить. Смотрите, не нужно вот с этим чувством вины жить. Потому что нам сейчас дается исцеление через мир. Вот через те ситуации, которые приходят, нам дается исцеление. Но если мы на платформе потребителя, мы никогда это не примем. Потому что мы будем с этим сражаться, бороться и желать это уничтожить, чтобы мне это не мешало жить нормально. Но чуть позже, когда мы не принимаем это руководство, смотрите, глобальные же последствия придут. Потому что вместо того, чтобы воспользоваться помощью, человек ее отвергает, эту помощь. И тогда вот включается весь этот разрушительный механизм судьбы. Как знаете, говорится, что мир человека обучает сначала шепотом любви. Шепотом любви просто потихонечку. Какими-то знаками, какими-то чувствами. Вот так поступи. Вот на это посмотри. Но если человек, он утвердился вот в этом материалистическом сознании, просто есть я и мир и больше ничего, есть мои желания, он не готов это слышать. Вот тогда включается рупор страданий. Серьезный рупор страданий. Чтобы человек просто остановился, задумался, что происходит. Ничего в мире не происходит так, поймите. Что весь этот хаос, вся эта боль, которая есть в современном мире, это то, что мы с вами создаем. Причем создает каждый. Вот на своей, в своей маленькой семье, в своей маленькой работе, мы вырабатываем определенную энергию, а сейчас мир глобальный. Вот сейчас процессы глобализации, они всех связали. Что такое глобальный мир? Это если вы в одной точке действуете, вот это влияние, оно распространяется по всему целому. Сейчас нет границ культурных, национальных, религиозных, нет границ. Мир глобальный. И поэтому самое маленькое действие, которое мы совершаем с чистым сознанием, в своей маленькой жизни, оно влияет на весь мир. Вот сейчас такая ситуация. Поэтому не беспокойтесь о мире, но действуйте как бы в своей точке, вот там, где вы живете, вот здесь действуйте по-настоящему. Если у нас есть сознание ученика, если у нас есть доверие высшему руководству, то смотрите, вот все эти факты, опять я возвращаюсь к этому случаю, они другими становятся. Мы начинаем общаться с семьей. Я им говорю, вот смотрите, вот ваше сознание сейчас такое. А вот если бы вы были вот в этом настроении доверия к происходящему, я спрашиваю ее, вот как вам кажется, как нужно поступать? Она говорит, ну я считаю, что вот все-таки вот это так и так. Я говорю, вот если вы считаете, это опять ум. Это опять ваше представление. Я говорю, а вот если у вас есть это ощущение доверия к Богу, к Вселенной, понимание, что ничего просто так не происходит, вот эти дети-инвалиды, которые вам посылаются, они что-то означают. Вот что вам сердце говорит, я ее спрашиваю. Они говорят, а сердце говорит, вот надо что-то делать для них. Я ее спрашиваю, а когда вы так говорите, и вот доверять начинаете этому чувству, то что вы чувствуете вслед за этим? Она мне говорит, чувство сильнее становится. Я спрашиваю, а что сейчас чувствую? Они говорят, радость еще больше. Отчего? Я просто начинаю думать, как я начинаю им помогать. Вот смотрите, вот это чувство радости радости или чувство истины вы ни с чем никогда не спутаете. Потому что внутренне мы чувствуем, где истина, а где ложь. Вот просто ум мешается. Он такой слишком у нас, знаете, вот такой гуру. Вот гуру мы себя посадили, этот ум такой. Он такой маленький, но такой большой в своих представлениях. Иногда просто разговор нужен, чтобы человек, он как бы начал различать что-то внутри себя. Субтитры создавал DimaTorzok